Приветствую друзья. Известная своими недорогими клонарами компания Keyfine наконец-то решилась на новый релиз. Но теперь это уже не любимые многими планарные наушники, а классическая динамическая модель на 10мм драйвере с полимерной диафрагмой. В достоинство ее могу отнести очень грамотную настройку, а к недостаткам в общем обо всем по порядку. Keyfine Delsi. Поехали. Пришли наушники в довольно просто оформленной коробке с перечнем технических характеристик на обратной стороне. Откуда мы узнаем о использовании здесь 10мм драйвера с LCP и PU диафрагмой и его данс равных 28 Ом и чувствительность 108 дБ. В комплекте шла макулатура, небольшой плотный кейс и два набора силиконовых амбушюр разного диаметра сердечника. Насадки обычные, говорить тут совсем не о чем. Кабель выглядит неплохо. Он гибкий и витой с прямым металлическим штекером и сопротивлением на общем канале равным 24 Ом, а на правом и левом по 46 Ом. Причем это еще не все фокусы. Не знаю, как в других экземплярах, но у меня маркировка левого и правого канала тупо перепутаны. Заметил это на стенде для снятия чехла, а затем перепроверил при помощи тестера. Очень подозрительный кабель, пользоваться можно, но с осторожностью. Сами чашечки полностью сделаны из металла. Легкие, с двумя отверстиями для компенсации и интересно так оформленной внешней частью. Смотрится это достойно, сидят они удобно, да и с изоляцией тут все в порядке. Вот так, друзья, это все и выглядит. По измерениям тут вполне стандартный импульс, небольшие расхождения между каналами и искажения, в пике достигающие 0,24%. Что просто восхитительно. Фаза ведет себя естественно, а с возмущениями на 30 и 60 дБ можете ознакомиться на графиках водопадов. По АЧХ же мы имеем подъем низких частот на 11 дБ с гармоничным таким заходом на середину. Чуть менее выраженное выделение области разборчивости с платой до 7 кГц включительно и легкий акцент на 8 кГц для усиления четкости звучания. После чего довольно широким пиком нам вернули в звук воздух и чуть подчеркнули так называемый бриллиантс. Настройка, как видите, очень похожа на новенькие Янген Canon 2, то есть без преувеличения практически топового уровня. Ну и казалось бы, с такой настройкой успех уже должен быть в кармане, а с ним множество продаж, известность, новой ревизии и всякое другое. Но, вы верно поняли, не настройка красит драйвер, а драйвер настройку. Если бы все было так просто, то всякие там Zero давно бы просто растоптали в прах все топовые модели. Несмотря на полную гармоничность на графике, модель получилась слишком уж резкой, я бы даже сказал агрессивной, до колкости и звона в ушах. Не знаю, что там было в ранней ревизии, но то, что мы получили на релизе, скажем так, очень спорно. Не став полагаться на общее ощущение, я напрямую сравнил их с TIN Hi-Fi T5S Mars, которые, ровно как и герои обзора, слегка бедноваты на наполнение и чуть страдают от излишка воздуха. Однако там все просто идеально сбалансировано. А 7 год EA500 LM на целую космическую величину сочнее, гармоничнее, музыкальнее и точнее героев обзора. Тут даже времени особо тратить не пришлось. Ну и под занавес я достал те самые DUNU Falcon Ultra. Да, у них тоже есть подобная яркость на верхней середине, но ее словно долго и тщательно корректировали. То есть она вроде как и чувствуется, но слух совершенно не напрягает. Акустические же параметры там все знают какие-то совершенно запредельные. Герои же обзора больше тяготеют к нейтральности, но с эдакой ярчинкой и пустотой на нижней середине. Вес вроде как и есть, достойная прорисовка, линейность. Однако между басом и верхней частью этого диапазона какой-то провал. Это очень ощущается на фоне динамических наушников Симгот, а также планарных Шози P20. Не скажу, что совсем кошмар. Да, терпеть такое вполне можно, но музыка в них особо не увлекает, потому яма и агрессия постоянно находятся в зоне нашего внимания и так сказать раздражают. Возможно это подчеркивает какие-то агрессивные жанры, но для всего акустического данная модель ну вообще не предназначена. С учетом сказанного я бы оценил их примерно в 30-40 долларов. Среди бюджетных решений это было бы очень достойно, но выходить на уровень 100 долларов и выше с ними, на мой взгляд, не стоит. Бас текстурный, но какой-то пустотелый. Серединка пытается в мелодику и выразительность, но делает куда больше, чем позволяют физические возможности излучателя. Отчего мы получаем звон и очень спорные ощущения. А вот к верхам у меня никаких вопросов нет. Там всего ровно сколько надо. На раскачку они тоже не особо требовательные, а вот по жанрам, как я уже сказал, довольно вкусовые. Точно не живая музыка, не академическая, не джаз и даже не рок. Возможно какие-то поджанры металла, всякое экспериментальное или электронное. Довольно фановое решение я бы такое не брал. Знаю, 60 долларов это все еще бюджетники, но слишком уж они неоднозначные. Итогом динамические наушники Delsi от компании Keyfine получили довольно интересный внешний вид, удобную посадку, просто потрясающую настройку и искажения всего в 0,24%. На этом их плюсы, к сожалению, заканчиваются. Комплект у модели просто жуть. Один только факт с перепутанными каналами чего стоит. Лучше бы кабель вообще не маркировали. Ну и слишком уж узкие насадки. По звуку же, глядя на график АЧХ, у меня буквально наворачиваются слезы. Пустотелый бас, почти неощутимая середина и яркие прямо до звона верха. Причем это присутствует вне зависимости от уровня громкости. Специфичная модель, если ее брать, то как вторые или даже третьи наушники. Мне не особо понравилось. Но хочу напомнить, что это только мое индивидуальное мнение и мои же ощущения от прослушивания. Если будет такая возможность, обязательно сравните их с тем, что у вас есть. Я вполне могу ошибаться. А у меня на этом все. Это были наушники KeyFind Delsi. Не забывайте, что у нас есть группы ВКонтакте и Телеграме. Обязательно на них подписывайтесь. Всем, друзья, добра! Субтитры создавал DimaTorzok